МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В самом центре Берлина, рядом с бранденбургскими воротами. Цитата. Запись базы данных, как пишет Шпигель и представляется внешним экспертом, свидетельствует о том, что запрос на наблюдение за сотовым телефоном канцлера поступил в 2002 году, но в документе Меркель уже значится как канцлер, а этот пост она заняла только в конце 2005 года. Все это наводит на мысль, что записи базы данных были обновлены, уточняет Нью-Йорк Таймс. Но теперь важно другое. Был ли проинформирован президент США о прослушивании телефона канцлера Германии? И здесь пока нет однозначного ответа. Комментарии официальных лиц расходятся диаметральным. Цитата. Первый вопрос, почему господин Обама, в целом Белый дом и АНБ, не были осведомлены о наблюдении за близким союзником? Американские официальные лица попытались оправдаться. Глава государства утверждает лишь стратегии ключевых операций спецслужб, но не вмешивается в выбор конкретной цели, пишет газета. Как бы то ни было, но шпионский скандал может серьезно осложнить отношения между США и Германией. Ответные меры не заставили себя долго ждать. Немецкий министр экономики уже предложил заморозить переговоры по Трансатлантическому соглашению о свободной торговле. Израильское издание ХАРЭЦ публикует материал под заголовком «Иран может создать атомную бомбу через месяц». В качестве доказательств этого утверждения газета приводит данные Американского института науки и международной безопасности. Цитата. Возможности Ирана по производству оружейного урана достигли такого уровня, что время прорыва, то есть время, необходимое для получения достаточного количества урана оружейной частоты, чтобы сделать бомбу, составляет от одного до полутора месяцев. И этот период продолжает сокращаться, пишет ХАРЭЦ. В ближайшее время пройдет очередной раунд переговоров между представителями официального Тегерана и МАГАТЭ. Но пока в этом плане никаких прорывов не произошло. Иран продолжает отрицать свою причастность к разработкам ядерной бомбы. Эксперты Международного агентства по атомной энергии продолжают пытаться получить допуск на атомные объекты Ирана. Практически все западные издания, в том числе итальянская карьера Делласера, прощаются с легендарным и культовым рок-музыкантом Луридом. Он скончался в США в возрасте 71 года. Основатель и солист Velvet Underground, группа давно признана основоположником альтернативного рока, Лурид вошел в мировую историю музыки как человек, поднявший планку качественного рок-искусства на новую высоту. Цитата. Он поднимает планку для искусства вообще, а не только для любителей музыки из числа простодушных ценителей пива. В свое время Энди Орхол заметил этого парня и вместе они придумали Velvet Underground. Начиная с 1966-го только 4 года выступлений и только 4 альбома. Но оказалось, что именно эта группа вписала основные главы в историю рока своими песнями, вспоминает издание. В апреле 2013-го Лурид принес пересадку печени. Предполагается, что осложнение после операции и стало причиной смерти музыкантом. Британская «Телеграф» восхищается четвертой победой Себастьяна Феттеля в чемпионате мира Формулы-1. Пилот команды Red Bull, 26-летний немецкий гонщик, досрочно обеспечил себе победу, победив в Гран-при Индии после блестяще проведенного сезона. Цитата. «Как я себя чувствую? Я поражен. Оказаться в одном ряду с Михаэлем Фанхио просто. Пожалуй, я слишком мула, чтобы понимать, что все это значит», — приводит слова Себастьяна газета. Издание отмечает, Феттель уже побеждал в Формуле-1 в 2010-м, 2011-м и 2012-м годах, становясь при этом самым молодым обладателем соответствующего количества титулов. Ну а команда Себастьяна стала в очередной раз обладателем престижнейшего Кубка конструкторов. 22 тысячи евро на пирожные о кулинарных пристрастиях лидера французского национального фронта Марин Лепен иронизирует итальянское издание. После того, как счетная комиссия избирательной кампании опубликовала отчет о расходах кандидатов на президентских выборах 2012 года, стало понятно, женщина, которая обещает вывезти Францию из зоны евро, потратила более 22 тысяч только на покупку сладостей. Цитата. Из 9 миллионов 96 тысяч 908 евро, на возмещение которых претендовала Марин Лепен, комиссия отказалась выплачивать почти 700 тысяч. Некоторые статьи расходов не имеют явного предвыборного характера или по меньшей мере сочтены чрезмерными. Как, например, ночи в четырехзвездочном отеле в Ницце за 1363 евро. Или услуги телохранителей, несмотря на то, что государство обеспечило безопасность кандидатки, выделив ей полицейских для охраны, говорится в статье. Примечательно, но сама Марин Лепен позиционирует себя как обличительница государственных сверхрасходов. И глаз народа против распутства властной элиты, подчеркивает издание.